Здравствуйте! Вы находитесь в виртуальном музее Кругобайкальской железной дороги. Экспозиция нашего музея посвящена истории строительства и эксплуатации уникальной железной дороги, появившейся на рубеже XIX и XX веков. Кругобайкальскую железную дорогу или Кругобайкалку часто называют «золотой пряжкой стального пояса России», так как в 1904 году она соединила разорванные до того момента участки Транссибирской магистрали, а стоимость и сложность ее создания были колоссальны. Дорога проходила по берегу озера Байкал от станции Мысовая до порта Байкал и активно эксплуатировалась до 1956 года, пока не был завершен новый путь от Иркутска до Слюдянки. Сегодня под Кругобайкальской железной дорогой понимают тупиковый участок пути от станции Байкал до станции Слюдянк. Он является государственным архитектурно-ландшафтным заповедником. Прилагаем вам ознакомиться с экспозицией поближе. Используйте пульт правой руке для получения информации об экспонатах. До ввода в эксплуатацию железной дороги участки Транссибирской магистрали были связаны паромной переправой. Первым судном переправы стал построенный в 1899 году паровой паром-ледокол Байкал. Годом позднее был спущен на воду ледокол Ангара. На стендах вы можете видеть фотографии этих судов и их капитанов. На макете показан процесс строительства тоннеля в горном массиве. Основные этапы справа налево. Взрыв и удаление горной породы при помощи динамита. Формирование свода тоннеля. Углубление и расширение стен. И облицовка тоннеля. В настоящее время участок дороги включает в себя 38 тоннелей и 18 галерей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мост через бухту Березовая располагался на сотом километре Кругобайкальской железной дороги. Он был возведен в 1904 году и эксплуатировался 10 лет, пока в обход бухты не был построен туннель 9 бис. После этого мост был перевезен на речку Выдриное на другой стороне Байкала, где использовался до 1999 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok